всем привет добро пожаловать на мой канал добро пожаловать в канаду мы сегодня с вами снова идем в магазин под названием mango я нахожусь в шопинг-центре который называется шерви garden находится в пригороде торонто и давайте посмотрим что у них есть нового новые коллекции распродажи у них до сих пор еще есть распродажа и посмотрим что у них новенького вот это явно вещи из новой коллекции очень красивого цвета голубой пиджак и юбка юбка мини очень короткая вообще мини у них по моему сейчас очень в фаворе особенно как-то к зиме они прибарахлились навезли мини вот шорты какие-то босоножки такие на платформе на толстом каблуке они ужасно вошли в моду снова в прошлом году и везде сейчас их продают вот это платье которое я видела на многих на некоторых блогерах мне она не очень нравится если честно мне не нравится в расцветка она какая-то произойдет впечатление такой сичек знаете конечно дело вкуса поэтому кому-то нравится кому-то нет менее очень тем более что в принципе выбор таких платьев в любом магазине сейчас настолько велик что вот именно вот эта расцветка как-то меня не впечатлило это тоже подобное платье вы знаете что вот я хочу сказать что манго у нас в канаде продает одни и те же вещи очень однообразные и похожие друг на друга много лет каждый год вот одинаковые фасоны одинаковые какие-то вещи никакого разнообразия я так понимаю что все это конечно очень зависит от страны потому что я вижу других блогеров из других стран они покупают манго довольно таки интересные вещи которых у нас нет в помине например в заре например в той же даже вы чем им у нас есть выбор вещей намного более интересны но вы чем им не так именно в заре вещи настолько оригинальные такие необычные а вот в манго какая-то вот знаете вот одно и то же одно и то же вещи какие-то не очень современные не очень трендовые атаки какие-то не то что второмодные но вот приевшись уже глазу одно и то же но вот эти кстати вот ботинки они кстати сейчас на распродаже тоже непонятно к зиме в зиме их выставили на на сейл и в том числе босоножки сейчас тоже выставлены на распродажу распродажа очень маленькая вот тоже в манго страдают они тем что принципе центы не падают особенно то есть вот там при цене там сколько-то не помню сколько они ну там 30 процентов 40 40 даже вообще почти нету 30-35 процентов у них сейл конечно сейчас уже в общем-то конец августа середина августа в это время уже в заре вообще уже закончилась распродажа там осталось кое-что на в магазине вообще нету распродажи а вы чем им есть но так что-то не очень много и здесь много из распродажи но очень маленькая маленький процент они скинули то есть вещи довольно еще дорогие не дешевые но если честно вот манга именно этим и страдает у нас канаде что они особо то и не уценяют вещи вот они висят 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 и они вот так вот висят долго и цена не очень падает поэтому в общем-то особо они и не продаются вот то что я говорила в клеточку такие пиджаки и шортики но вот они вроде бы на селе вообще полная полная непонятность это новая коллекция это старая коллекция понятно что если это сейл ты это какая-то старая коллекция наверно они новые но у них на селе свитера висят и в общем а вот это платье кстати я помню я его примеряла давным-давно только знаете цвета такого горчичного она была кстати симпатичное платье вот это вот оригинальное платье она сейчас помню за 60 долларов осталось 100 или 120 что такое ну то есть да конечно есть скидка но не такая уж прямо знаете 60 долларов за платье как бы ну вот опять же я всем надоела со своей зары но если в заре например сейчас в как сам конце распродажи платье у нас продают за 13 со ну правда же мало что осталось но в принципе долларов за 20 можно было купить очень много чего а здесь вот 60 и как бы ниже даже не знаешь ли они опустятся цены честно говоря вот вот такая ситуация на сманга поэтому я редко вообще у них что-то покупаю ну вот здесь вот висят вещи за 50 процентов у них написано есть конечно частично какие-то вещи за 50 процентов скидка ну вот такой вот разнобой вот этот костюм желтый пиджак брюки я взяла примерочную кстати примерки будут не уходите потому что в конце не в конце а во второй половине видео будут примерки как же без них я решила не разбивать это видео на две части на обзоры на примерки потому что ну не знаю не долго тогда получится очень короткие два видео интересно вот очень красивое платье без подобной расцветки но они по моему даже на распродаже стоит очень дорого хотя конечно красивая расцветка это вот это по моему уже новая коллекция вот эти вот горошки ну вот видите она 100 долларов стоит это платье горошек очень такое знаете банально но не банально но в общем опять горох 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 полоска 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 ничего такого необычного нет я не против того чтобы продавать базовые вещи но знаете вот масс-маркет он тем и отличается что продать базу он продает что-то такое необычное что-то интересное то что можно купить например не очень дорого какие-то вот как будто бы дизайнерские вещи такие с перчинкой оригинальные база в принципе если да то должна быть очень хорошего качества а я не могу сказать что в мангам вот у нас во всяком случае в канаде манга качество так себе очень так себе то есть вот такой прямо масс-маркет а цены в общем выше чем чем любой другой масс-маркет но ответе это подобное платье тоже очень дорого она стоит вот это вам тоже новая коллекция такая уже осенние цвета черно-желто-бежевая такой знаете немножко странно такая расцветка какие-то такие странные большие широкие полосы но места не очень мне это нравится черный с белым цветы горох горох я кстати очень люблю вот против чего я не выступаю так это против гороха в том смысле что вещи горох я всю жизнь как бы за ними охочусь и мне всегда никогда он не надоедает кстати я должна сказать вам вообще практически горох никогда не выходит из моды он иногда становится трендом потом перестает быть трендом но тем не менее он никогда не выходит из моды любая вещь горошек по моему всегда можете носить у меня есть очень старое платье в горошек если я еще не влезаю то я вполне их ношу и никогда это не выходит из моды на собственно также как полоска также как клетка также как цветочек вот эти все вещи они принципе никогда не не выходят из моды и вот они есть довольно яркие вещи довольно такие броски все давайте скоро пойдем примерочную еще вам покажу кое-что просто поснимаю чтобы получить представление о том что есть магазине манго и увидимся с вами в примерочной а Субтитры подогнал «Симон» 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 Просто они так сделаны Они не лежат Они вот какие-то вот совершенно Их как-то надо отгладить Это, кстати, размер «Смог» Он очень оверсайз Просто вообще ни о чем Просто совершенно ни о чем И за такие деньги Ну, блестер Так, свитер, который тоже на распродаже Решила померить его с этими брюками В принципе, почему? Потому что они такие желтые А тут коричневые Я решила, что это хорошо будет вместе Это размер экстраларч И он мне, в принципе, нормально По размеру Но очень длинные рукава Там был медиум Я подумала, что медиум Мне будет облегать очень А я как раз хотела Именно вот такой большой Версайзный Померить с этими брюками Чтобы это было вот так вот Ну, как-то По-модному Не в облипочку А как бы так Ну, в общем, короче Он симпатичный такой Это у меня там внизу Вот я оставила этот топик сиреневый Чтобы он не просвечивался Он такой немножко с блеском Наверное, плохо видно На мне сейчас Я вам покажу Это когда я его повешу на вешалку Будет, наверное, лучше видно А, симпатичный свитер Но тоже ничего особенного Сейчас посмотрю состав, кстати Интересный Я не посмотрела Так на ощупь вроде хлопок Но, не знаю Посмотрим цену Состав Интересный Да, значит У него состав Действительно 54% хлопок 43% лискоза Остальное полиэстер Это вот Здесь такая вот нитка Видите, блестящая Как будто Такой люрикс Немножко Чуть не видно Вот, видите Видно Вот так Значит, это был Экстраларч И сейчас он стоит 40 долларов Вообще недорого Но стоил он 100 Но Не знаю Я не могу сказать Что-то в нем Такое уж Очень особенное Что даже за 40 долларов Мне почему-то Его Совсем не хочется Хотя Свитерок, конечно Объективный Симпатичный Но он очень длинный рукава Брюки эти У нас 38 размер Европейский Ну, американский 6 Вы знаете Он немножко Большемерит Потому что 36-й Американский И 38-й Европейский Мне вообще Должен быть маловато Но Я просто сегодня С утра ничего не ела А сейчас уже Где-то в ранних Часов дня А я Маковые рассины Во рту не держала Я на интервальном Голодании, девочки Но об этом Не сейчас Сказать честно Чтобы оно мне помогало Так нет Но об этом Не сейчас Так 40 долларов Они стоят И 100 долларов Они стоили И Что сказать Вообще Этот костюм Меня, конечно Очень разочаровал И такой Галимый Полиэстер Прям такой Я не против Полиэстера Я ношу Полиэстер Я окей С полиэстерой Но Вот Есть такой Знаете Прямо И потом Он не должен Столько стоить Ну правда Что Цвет какой-то Не очень Ну короче Так Еще одни брючки Прикольная Расцветка Очень Длинные Полиэстер И С этим Топом Я оставила Сегодняшнее видео Можно загладить Манго Все полиэстер Правда что Че-то они А ну вот Этот свитер Немножко Брюки Знаете Прикольная расцветка Я сейчас Померю Вот с этим Вот жакетом Мне очень Захотелось Их вместе Надеть Мне кажется Будет красиво Но Очень длинные Широкие Кстати Неплохие Можно подкоротить И подрезать Ну полиэстер Полиэстер Они сейчас По-моему Стоят 40 долларов Так что Ничего страшного Но расцветка Такая Прикольная Они сверху Высокие На поясе Сейчас я вам Покажу Видите Как они Сделаны Толетка Высокая Обносительно Более или менее Здесь Пояс Из этой же Ткани Можно кстати Пояс Сделать другой Ну любой Вот Вот такие Вот Редочки Ну че Ничего Симпатичные Немножко Клоунские Да Но Необычная Расцветка Такая Симпатичные Третьих Симпатичные Красивые Такие Нитки Болтаются Красивые Нитки Болтаются Красивые Пуговицы Хотела сказать Жемчужины И тут же Заметила Что нитки Болтаются Ну и Болтаются На сваркете Ярких Ярких Аутфитов Мы Как бы Рождены Для Ярких Красок Знаете Есть В английском Есть Такое Выражение Life is too short To wear Как это Назовет Сейчас вспомню Life is too short To wear boring clothes Жить Слишком Кратка Чтобы носить Скучную Одежду Я считаю Что это Золотые Слова Очень Правильные Очень Правильные Пословица Поговорка Впрочем Он не очень Дорогой Сейчас Он стоит 47 долларов Ну почти 50 Стоил 120 У него Неплохой Состав Значит Да Это Размер Large У него Есть Хлопок И лен И вискоза В общем Немножко Синтетики А подкладка 100% Синтетика Но В самом Самоткан В принципе Неплохая Единственное Что У меня Есть Несколько Таких Жакетов С Коротким Рукавом Я их Практически Никогда Не ношу Потому Что У меня Есть Один Он Чисто Лняной И вот Я его Надеваю Потому Что Он Как Такая Летняя Блуза Получается Еще Написано Файнал Сейл Может Его Даже Нельзя Вернуть Совсем Нехорошо Не знаю Что Означает Файнал Сейл А этот Он Такой Плотный Несмотря На то Что Он Сделан Из Дна Хлопка И так Далее На 47 96 Прибавьте Еще 13 Процентов На Кассе Добавят Посчитаем Это Будет Уже За 50 Жакет Шанель Знаете Так Странно Это Тоже Ларч Но Он Намного Больше Чем Вот Этот Так Странно Я не могу Понять Это Один Магазин Ладно В разных Магазинах Все Лекалы Разные Размеры Когда Это Один Тоже Магазин Вот Этот Жакет Он В два Раза Больше Чем Вот Этот Я Так С Трудом Настигнула А Этот Прям Вот Кстати Карманы Здесь Видите Он Прям Широкий Ну Он Должен Будь Такой Ну Конечно Он Один Магазин Остался Он На Сейле На Распродаже Остался Только Ларч Плубо Медиум Я Взяла Медиум Симпатичный Конечно Но Эти Жакетики Шанель Можно Купить Везде Сейчас В любом Масс Маркете Их Полно И В той Ж Заре И Они Там Дешевле Ну Если На Сейле Потому Что Этот Тоже На Сейле Он Ну Он Прям Уже Такой На Осень На Весну Не Леет Не Совсем Летом В нем Прям Будет Очень Жарко Ну Тоже Померилась С этими Прюхами Потому Что На Мой Взгляд Тут Есть Розовая Ну В В Чем Чтобы Нам Было Веселее В Принципе В В Чем В Целом Неплохо Ну Как Они Немножко Не Сочетаются По По Холодную Погоду А Брюки Такие Тойненькие Совсем Шелковые Вы Знаете Что Я Вообще Померю Со своими Черными Брюками Мне Кажется Что Будет Намного Лучше Вот Черными Брюками Значительно Лучше Правда Все Такие С цветами Сложно Играться Такими Я Честно Говорю Увидела Эти Брюки И Вот Этот Джакет Вместе Подумала О Это Очень Будет Интересно А потом Увидела Что Здесь Розовый Цвет И Подумала Вот К этому Розовому Но Нет Что Это Не Очень Хорошо Вот С Обычными Черными Брюками Лучше Всего Этот Джакет Выглядит Ну Такое По Составу В нем Тоже Хлопок Вискоза Ацетат Синтетика В общем Накапали Всего По Чуть Чуть Намешали Размер Ларч Стоит Он 97 Доллар 100 Подкладка Полиэстеровая Ну Вот Такой Жакетик Симпатичный Ничего Особенного И Вот Этот Топик Который Я Примеряла Мидиум Стоит 25 Долларов Тоже Полиэстер Стоил 40 Тоже Совсем Небольшая Скидка Тоже 35 Процентов Чутая Но Он Единственное Что Мне Понравилось Сегодня На самом деле Это Топик У него Такие Регулируемые Брительки Хорошо Скроен Ткань Полиэстер А еще По-моему Брюки Не показала Да Вот Брюки Стоят У нас Тут Тоже Размер 38 Шестой Американский Стоят Они 40 Долларов Стоили 100 Тоже Сплошной Полиэстер Конечно Видите Как они Сделаны Значит Пояс Здесь Вставлен С Качество Так себе Карманы Сделаны Пояс Сшит Ну В общем Короче Качество Ниже Ниже Всяких Похвал Если Можно Так Сказать Если Можно Так Говорить Вообще Я хочу Сказать Что Очень Сложно Сложный Цвет Я бы Даже Их Не купила Даже Если Они Были Очень Дешевые И Даже Если Они Мне Были Хорошо Подходили Вот Посмотрите Я Принесла Две Вещи Вот Этот Который Подходит По Цвет И Вот Их Очень Трудно С чем Сочетать Только Может Если С Белой С Чем То Белым Вот Потому Что Здесь Есть То Даже Это Не Белая А Слоновая Кость Вот Что Вот Такое Или Прямо Что То Найти Тон Столк Точно Такого Цвета Или Точно Такого Желтого Ну В общем Сложные Качество Брючата Плюс Качество Не Плюс Полиэстер Да Ну Ладно Ну Все Девочки Вот Такие У нас Были Примерки Как Вы Видите Какие То Не Очень Удачные Вообще Хочу Сказать Последнее Время Я хожу По Магазинам Мне Ничего Не Нравится Это Наверное Старость Наступает Потому Что Я Не Знаю Или Просто Сейчас Такой Сезон Межсезон Что Все Что Было На Распродаже Приличное Распродано Но Еще Я Примеряю И Вечно Все Критикую И Брежу Все Встретимся В следующем Видео Люблю Целую С вами Была Ваша Дита Из Канады Пока Пока Бай